Всем здравствуйте, это предбюро. Я Александр Шелест, Андрей Иларионов вместе с нами. Андрей Николаевич, мое почтение. Добрый день, Александр. Вы знаете, очень много, скажем так, людей сейчас прильнули к Российской Федерации, к обществу российскому, как оно изменилось за эти почти три месяца. И, собственно, если в начале, в самом начале еще были какие-то попытки, а поговорить, а как-то убедить, а вывести на протест, сейчас как бы в этом отношении медиаресурсы как-то и руки опустили. Как вы думаете, почему? Ну, по главной причине, потому что режим, осуществив нападение, особенно такое циничное, наглое, такое он осуществил на Украину с 24 февраля. И та чудовищная жестокость, какую проявляет режим и российские войска в войне против Украины, просто действительно парализует у многих волю, сознание. Потому что для нормального человека это трудно понять, трудно осознать, что твои собственные сограждане и твои собственные коллеги и в некоторых случаях друзья или знакомые могут соглашаться или поддерживать или оправдывать подобные зверства. Вообще по отношению к людям, а тем более по отношению к людям, которые отношение было действительно как друзьям, братьям, как самым близким людям, которые есть в этом мире. Вот это действительно трудно воспринять, и поэтому значительная часть российского общества по-прежнему находятся в психологическом шоке, пытаясь понять, как такое в принципе могло произойти, и что теперь в этом обществе с такими людьми можно и нужно делать, и как из этого состояния выходить. Разверглась, пользуясь библейскими фразами, разверглась бездна. Бездна перед людьми в человеческих отношениях, понимание того, что может человек, в том числе и близкий тебе человек, человек, являющийся твоим гражданином, гражданином той же самой страны, что и ты. И вот этот шок, он не прошел, он продолжает сохраняться, и те люди, кто считают себя и либо русскими в этническом отношении, да российскими гражданами, кто так или иначе в какой-то степени продолжает связывать себя и свою жизнь, и свою будущую судьбу с будущим России, мучительно пытаются найти для себя ответы на эти вопросы. Как теперь с этим жить? Скажите, какое-то антивоенное движение может вырисоваться и набрать реальную силу для того, чтобы общество российское дало какой-то ответ или уже поздно? Вы знаете, по поводу движения, движение, бессловно, необходимо, но вот само название, которое сейчас на слуху, у меня вызывает глубокий внутренний протест. Если бы речь шла об антипутинском движении, если бы речь шла об уничтожении этого политического режима, это было понятно. В условиях ведущейся агрессивной войны, нацеленной на уничтожение Украины, антивоенное движение является, с моей точки зрения, ложной целью, ложным названием. Потому что совершенно понятно, что это антивоенное движение предполагает, что остановку войны, остановку войны на тех территориях, которые были заняты российскими войсками и оккупированы, если же речь идет не об этом, а о возвращении российских войск на территорию Российской Федерации и освобождение всех оккупированных территорий, то это не антивоенное движение, это антиоккупационное движение. Это движение против оккупации чужих территорий российскими войсками. Оно должно называться по-другому. Антивоенное движение воспринимается как синоним пацифизма. Но для сегодняшнего дня совершенно очевидно, что этот режим мирными пацифистскими методами не устраняется. Этот режим можно ликвидировать только силовым путем. И любой, кто хоть сколько-нибудь знаком с нынешним политическим режимом России, это хорошо знает. Поэтому соответствующие названия, как антивоенное движение, с моей точки зрения, больше, чем преступление. Это ошибка. Это направление общественного внимания по ложному пути. И по факту оно оказывается содействующим Путину, путинскому режиму в его преступлениях против других стран и против собственного народа. Единственную цель, какую действительно могут формулировать и придерживаться, и преследовать лица граждане, люди, заинтересованные в каком-либо приличном будущем для России, это ликвидация этого режима всеми возможными методами. А из все возможных методов предполагают, прежде всего, силовые, поскольку никакие другие против этого режима не работают. Поэтому вот это еще раз скажу. Это название и эти конференции, которые проводятся под лозунгами антивойна, с моей точки зрения, ведут или пытаются вести общественное мнение в абсолютно ложном направлении. Русская эмиграция. Ну, это такой, знаете, это такой давний термин. Вот сейчас просто он обрел новые краски. Как вы ее оцениваете и способна ли она извне, конечно, там, оспаривая какие-то порой несправедливые, но санкции по происхождению своих капиталов или своего влияния, оспаривая вообще отношения к русским в мире, каким-то образом повлиять на этот режим там, внутри Российской Федерации? С одной стороны, многие из тех, кто покинули страну, сделали это или в результате репрессий против них, либо в результате невозможности реализации себя в нынешней России, либо в результате своего внутреннего морального несогласия с тем, что происходит там. И это значит, это, безусловно, в нынешней ситуации, это лучшая часть российского общества, кто не остался там и кто даже своим присутствием на территории России сегодня не оказывает той помощи, той поддержки режиму, который ведет столь преступную войну против соседних государств. Но мы понимаем, что люди, находящиеся за пределами страны, сами по себе, особенно если они не придерживаются стратегии и тактики действий по ликвидации этого режима, вряд ли смогут достичь результата. К этому я должен сказать, что вот именно этот нынешний кризис, если для Украины это война, а то для значительной части российских граждан это тяжелый моральный кризис в смысле понимания того, что мы себя представляем. И как могло случиться, что российские граждане, в том числе, в значительном числе, если быть справедливым, точно не меньше половины российского общества, так или иначе поддерживают эту преступную войну. И тогда это означает начало очень серьезного процесса и понимания, и, возможно, в какой-то момент исправления того, что явилось причиной, или что явилось причинами того, что такое могло произойти в России. Какие главные факторы способствовали тому, что страна, которая заявляла себя в качестве борца с фашизмом, стала сегодня олицетворением нацизма не только в идеологии, но и в реальной практике. И, как я вижу, нынешнее обсуждение, такое обсуждение началось, пока еще даже не приблизилось к самым главным корневым проблемам российского общества. Прежде чем что-то удастся сделать, необходимо, чтобы хотя бы какая-то часть российского общества осознала причины того глубочайшего нравственного падения, которое произошло в обществе и которое позволило нынешнему режиму, поддержанному значительной части общества, совершать эти преступления. Андрей Николаевич, еще один вопрос. Сразу поблагодарю всех, кто смотрит это видео, кто с нами, с Политбюро, кто подписался, поставил колокольчик и получает уведомления о новых видео. Спасибо вам, что поддерживаете наш канал. У меня вот есть финальный вопрос, он связан, он из двух частей, связан с тем, что в Украине активно рекомендуют журналистам, публичным людям использовать слово «рашизм». Это комитет профильной Верховной Рады Украины уже продвигает вместе с РНБО. Ну и, соответственно, скажем так, это таким образом подчеркивает то, о чем вы, собственно, говорили выше. Но я хочу в этом контексте спросить очень главное и очень важное. Смотрите, когда режим чувствует вот такое состояние общества, ведь очень легко спрятаться за идеологию. Вот какую-то идеологию. И тогда, с одной стороны, люди вроде как выдохнут, вот этот пар душевного шока и смятения, он пропадет, ну а что делать? В государстве идеология такая. С другой стороны, мы видим, что в Конституции Российской Федерации это любая идеология, доминирующая, единственно правильная, она уже запрещена. Пойдет ли Путин на идеологическое государство, его построение? Путин уже пошел на идеологическое государство. И на самом деле многие заявления, которые вы наверняка слышали о том, что якобы у этого режима нет идеологии, просто не соответствуют действительности. Просто люди либо предпочитают не видеть то, что является совершенно очевидным, либо же они откровенно говорят то, чего нет на самом деле. Режим давно идеологичен. И главными идеологическими идеями, которые были предложены и в течение уже длительного времени предлагаются, осваиваются и распространяются в российском обществе, это идеи о едином народе, имеется в виду едином народе русские, украинцы, белорусы. Абсолютно ложная концепция. Другая идея, это так называемая историческая Россия с претензиями на значительную часть территории бывшего Советского Союза. Она, по крайней мере, даже не определена до конца, но это явно территориальные претензии на значительные территории. А здесь же будут элементы такие, как имперство, или, собственно, имперство, реализация этой идеи с точки зрения исторической России. Это же идея русского национального шовинизма по отношению к другим народам. И встает очень серьезную... То есть это то, что регулярно проповедуется в течение, по меньшей мере, последних 10 лет. По крайней мере, с предвыборной президентской кампании 2012 года. И сегодня, когда мы видим, что различные министерства, как министерство образования, вымарывает из учебников, ликвидирует учебники, в которых этого нет, создает другие нарративы, средства массовой информации, запомнили соответствующие элементы этой идеологии, этот режим уже давным-давно идеологичен. Дальше возникает следующий вопрос. Этот режим, да, действительно идеологичен. Как его правильно классифицировать? И как его правильно назвать? У нас есть точное понимание, что сегодняшний российский режим является тоталитарным. Он уже не является жестко авторитарным. Это тоталитарный режим без всяких экивоков, без всяких дополнений. В группе тоталитарных режимов, а тоталитарные режимы все идеологичны, это один из составных элементов, одно из требований тоталитаризма, идеологии. Мы видим, по крайней мере, несколько ярких примеров, которые мы видели в другие исторические периоды, в других странах. Коммунизм, вариант тоталитаризма, национал-социализм, вариант тоталитаризма, фашизм, итальянский, вариант тоталитаризма. Тот вариант тоталитаризма, какой сегодня имеется в нынешней России, требует корректного названия. Один из наиболее очевидных подходов, это назвать соответствующий режим по имени лидера, путинизм. То есть, пойти по тому же пути, по которому применялся в отношении коммунистического периода времен Сталина, сталинизм, или национал-социализма времен Гитлера, гитлеризм. Это вариант. Он будет наиболее точным, потому что он связан с конкретным лицом конкретного времени. По крайней мере, на сегодняшний момент, мне кажется, это абсолютно правильный термин, что касается того, является ли нынешний вариант тоталитарного режима более широкий, чем тот режим, который связан с конкретным лицом, выходит ли он за пределы этого. Но это требует немножко большего обсуждения, размышления и наблюдения того, будет ли существовать такой тоталитарный режим после того, как этого лица не будет. вообще или во власти. Будут ли последователи, да. Поскольку мы знаем, что, например, коммунизм существовал и после Сталина, и до Сталина, и в этом смысле сталинизм был лишь определенный эпизод советского коммунизма, который существовал на территории СССР. Моизм это лишь определенный период и определенная версия китайского коммунизма на территории Китая. станет ли распространится ли существование, будет ли продолжать существование тоталитаризм в России за пределами путинизма. Мы этого пока еще не знаем. Но вот на сей момент я бы сказал путинизм совершенно точно, дальше будем смотреть. Андрей Ларионов был с нами. Спасибо вам большое за эту беседу. Благодарю вас за интервью. Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья, за подписку. Будьте вместе с нами и берегите себя. Наше политбюро обязательно вернется. Вот увидите. До скорого. До скорого.